О новогоднюю сказку привезли сочинской детворе артисты Ленинградского государственного театра драмы «Кукол. Святая крепость» из города Выборг. И естественно, до начала спектакля в фойе юных зрителей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Вижу я, вы не ленились и на славу в груди. Подражая взрослым, все происходящее дети старались заснять на камеру телефона, тем более, когда в объектив попадали такие большие зайцы. Сказочные персонажи и пригласили детей в зал, где на сцене зимнего начинался детский новогодний спектакль. И к культуре приобщаем, и хотим показать, во-первых, что такое елка, что такое Дед Мороз. Соня в прошлом году не помнит, что это такое, а вот Георгий у нас уже видел, он знает, что такое Дед Мороз. Ну, начинаем готовиться к Новому году. Любопытная детвора замирала при появлении бабы-яги Кащея Ильешева и уж все рассказала сразу же Деду Морозу о том, кто украл солнышко. Тут, в общем-то, у нас веселое, задорное зрелище, когда артисты балуются, немножко кричат, немножко веселятся. Зрители тоже в зале веселятся и смеются. Но театр, конечно, должен, ну, прежде всего, отправлять зрителя к сердцу, к душе, ну и к голове в том числе. Еще два дня на сцене зимнего спектакль «Солнышко и снежные человечки» в 10 часов, в 12.30 и в 15 часов. А не видели ли вы, куда, баба-яга, и вешай, солнышко наше спрятано. Ждите ответы. А для ребят постарше, для подростков-старшеклассников, 25 декабря «Ромео и Джульетта. Шекспировская трагедия» здесь ходит рука об руку с комедией «Как в жизни». Режиссер балансирует от желания расплакаться к желанию рассмеяться, меняя настроение зрителей. Театру драмы «Кукол из Выборга» 33 года. И в Сочи артисты приезжают уже не первый год, а потому в зале можно встретить даже поклонников творчества этого коллектива. Елена Всецнадимир Даниловский, телекомпания «ФКТ».